МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Октябрь". Время не только собирать урожай, но и готовить дачу к зиме. Что нужно сделать до первых морозов, расскажем сегодня. Успевайте засадить рожь и спрятать цветы. На участке Тамары Федоровны в садовом обществе Хрустальный до сих пор спеет клубника. Зимостойкий сорт оправдал надеждой, поэтому внуки в октябре продолжают собирать сладкий урожай. Из остальных посадок в огороде осталась только капуста. Срезать ее дачница не торопится. Закатывать банки будет только в середине месяца. Чтобы заборонила, это время разбросало, чтобы мне все разровнять. Подготовка теплицы к зимовке – дело первостепенной важности. Чтобы почва сохранила свою плодородность, необходимо засадить ее рожью. Эту процедуру лучше провести до первых ночных заморозков. Она немножко обеззараживает и не пустует земля. Сейчас я полью ее, она быстро взойдет, а зимой, может, она не будет расти, а по весне она зарастет. Она зарастет, я вот уже потом в траву и посажу помидоры. А потом рожь подрастет, помидоры сиру наберут, я рожь уберу, она будет у меня мульчой. Мульча – это защитный слой вашей почвы, который не даст схода сорнякам и при этом улучшит состав земли. Здесь, значит, мне, я это самое, вот обвязать надо мне деревья, яблоньки. Тут вот я укрыла розу. Цветы тоже должны уйти на зимовку. Тамара Федоровна укрывает их утеплителем, а иногда заворачивает старый линолеум. Главное – укутать не только корни, но и весь стебель. Еще одним методом делится и соседка подачи Марина Ермолич. Когда наступит холода, я их засыпаю хвойным. Из лесу я привожу специально хвою, и этой хвоей я посыпаю немного, сантиметров пять. На то, что я тут его засыплю, сверху я положу еще пучок этих листьев. И так будет зимовать до весны. Это рецепт долголетия для цветка хоста. В последние теплые деньки дачница только и занимается любимыми растениями. Все делает строго по книге, поэтому и на грядках такой ассортимент. Анютины глазки, клопогонка, бузольник – о всех надо позаботиться до первого снега. Разровнял, снегом занесет, перегниет все, да и все. Все отходы всякие, морковка, да все это. Компостная куча – залог урожайности на будущий год. Так считает дачник Вадим Дмитриев. Тюменец уже пятый год зимует за городом. Траву никакую не выбрасываю никуда. Все в компост. Потом обратно вот в огуречник. Здесь огурцы растут. Отходов никаких нет. Все идет в пользу. Эти отходы станут весной отличным удобрением, а пока в ход идут опилки. Мелкой стружкой дачник утепляет клубничные грядки, а в теплице тем временем уже взошли посевы пшеницы. Чтобы она весной не всходила. За зиму она замерзнет. И все. Потом перекопается. А рожь она всходит. И уже позже, и потом прорастает все равно. Завершив садовые хлопоты, займитесь инвентарем. Все необходимые инструменты и технику, лопаты, виллы, грабли, секаторы, газонокосилки необходимо тщательно очистить, насухо вытереть и убрать в помещение. Накануне зимы не забудьте тщательно очистить водосток от опавшей листвы и мелких веток. Ну и напоследок смажьте замки солидолом или другим маслом. А чтобы в них не попала вода, просто накройте их обрезанной пластиковой бутылкой. И зимуйте на здоровье. Редактор субтитров А.Семкин